Днем 21 декабря в квартире на третьем этаже Пятиэтажки по проспекту Победа 16 А в Гае произошло возгорание Очевидцы вызвали пожарных Спасателям пришлось использовать лестницу, чтобы проникнуть в жилище Из которого через несколько минут вывели мужчину По словам соседей, гайчанин средних лет проживает один Часто употребляет спиртное В момент пожара он пребывал в состоянии алкогольного опьянения К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает Точную причину произошедшего специалисты отдела надзорной деятельности смогут назвать позднее Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации ТРК Евразия Водители двое пассажиров ВАЗы 2110 чудом остались живы После того, как машина улетела в кювет с трассы Орск-Гай По словам молодого гайчанина, управлявшего автомобилем После выезда на обочину, задние колеса на летней резине закусило При личной высоты легковушка полетела вниз, приземлившись в нескольких десятках сантиметров от бетонной трубы Чтобы вытащить автомобиль, пришлось вызвать специальную технику С тремя мужчинами все в порядке, если не считать капель крови на лице водителя В Гай водитель отечественной легковушки на приличной скорости врезался в столб В момент ДТП сняла камера видеонаблюдения Отметим, что мужчина, управлявший транспортным средством, сбежал с места происшествия Через некоторое время туда прибыли сотрудники полиции Поврежденный автомобиль забрал эвакуатор В Гай на перекрестке проспекта Победа и улицы Декабристов произошло тройное ДТП Водитель Лады Гранта не предоставил преимущества шоферу Деонексе Из-за сильного удара отечественная легковушка задела еще одну машину Пожила жительница Гай, увидев объявление о предоставлении услуг по бесплатной диагностике внутренних органов Пришла в ООО Грант, чтобы провести обследование желудочно-кишечного тракта Представитель компании без предоставления обещанных медицинских процедур Сразу же стал настаивать на необходимости приобретения у них специального набора посуды Для приготовления здоровой пищи, состоящего из кастрюли, сотейника и сковороды Не успев обдумать данное предложение, женщина согласилась заключить договор покупки названного товара На месте оформив получение кредита на сумму 49 тысяч рублей по 20% годовых После подписания всех документов, консультант фирмы поехал домой к покупателю И продемонстрировал, как правильно готовить в новой посуде На следующий день Гайчанка обратилась в ООО Грант с претензией о расторжении навязанного договора купли-продажи кухонной утвари Но ей ответили отказом ввиду того, что товар уже был в употреблении Женщина обратилась в Гайский городской суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи посуды И взыскать с фирмы понесенные ей убытки в размере 49 тысяч рублей Штраф за нарушение прав потребителя 24 тысячи 500 рублей и компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей В ходе судебного разбирательства обстоятельства, при которых была совершена покупка, подтвердились Установив, что в договоре купли-продажи отсутствуют существенные условия о товаре и его стоимости Суд пришел к выводу, что ООО Грант нарушил право потребителя на получение необходимой и достоверной информации о приобретаемой продукции С учетом данных обстоятельств вынесено решение об удовлетворении исковых требований На сегодняшний день решение не вступило в законную силу В Гайском городском округе прошла торжественная церемония открытия агрокласса Это уже второй подобный проект на территории муниципалитета В прошлом году агрокласс начал работать на базе школы в Селеново-Воронежском Посвящение в агроклассники на этот раз прошли 15 девятиклассников Новониколаевской средней школы Инициаторами организации агрокласса выступили Министерство труда и занятости и Министерство образования Оренбургской области При сотрудничестве с Оренбургским государственным аграрным университетом и администрацией Преподаватели АГАО рассказали учащимся агрокласса, как будет проходить обучение и о дисциплинах Отдельно они подчеркнули, что при обучении используются современные цифровые технологии В ГАЕ на территории прилежащих школе номер 7 прошло традиционное открытие катка Торжественное мероприятие было организовано руководством учреждения Под новогоднюю музыку для ребят устроили настоящий ледовый праздник Четыре команды учащихся соревновались в конкурсах и эстафетах вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой Отметим, что каток является общедоступным, прийти на него может любой желающий А школа номер 7 на правах хозяйки Каждый год предоставляет детям возможность весело и с пользой для здоровья Проводить время на свежем воздухе До Нового года осталось меньше двух недель Съемочная группа портала гай.рф вышла на улицы города, чтобы узнать Собираются ли гайчане устанавливать у себя дома главный символ предстоящего праздника Какую? Настоящую? Настоящую Почему? Не знаю, так интереснее А как же? Какую? Ой, ну хочется живую, конечно, но у меня собака, он больно это Ему все интересно Но в классе мы поставим обязательно живую Я уже установила Какую? Живую Да Какую? У нас пластмассовая своя Почему? Не знаю, экономно, наверное Нет Почему? Почему? Потому что у нас ребенок ее достанет Нет Почему? У меня дети взрослые Нет Почему? Потому что елку рубить, это природу губить Лучше возьмите пластмассовую, ставьте и веселитесь Нет, пока Почему? Ну, еще рано Конечно Какую? Живую Нет Почему? Потому что я в Москве живу Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации ТРК Евразия Волонтеры городского молодежного центра ГАЯ провели игровую программу «Зимние забавы» для воспитанников реабилитационного центра «Островок» Добровольцы пришли к ребятам с веселыми зимними играми и эстафетами Атмосфера развлечения была оживленной и радостной Участники игровой программы отметили, что благодаря волонтерам они провели время с пользой на свежем воздухе и отдохнули В ГАЯ открылась выставка «Новогодний подарок» Ярко интересное событие для всей семьи в преддверии новогодних праздников В ней принимают участие гайские мастерицы Арина Смирнова, Светлана Полякова, Ольга Курынова и Елена Клинкина Творческие работы, представленные на выставке, демонстрируют разнообразие техник, материалов и стилей Это авторские куклы, декупаж, ростовые цветы, интерьерные композиции и вышивка Первыми посетителями выставки стали воспитанники детского сада номер 7 Настоящее волшебство ждет всех в городском выставочном зале на Коммунистической 12 Старшего по дому номер 81 на улице Молодежной в ГАЯ благодарят самые маленькие жители двора Дело в том, что по инициативе Ивана Коношенкова здесь появились ледяные, каток и горка Доброе начинание поддержали как соседи, так и руководство управляющей компании В течение нескольких дней руками неравнодушных жильцов были построены зимние развлечения для детей Пришел дом правления, с директором переговорили, вроде как дал добро, говорит Если есть желание, давай попробуем сделать Предоставил нам технику здесь, расчистили, сделали нам всю горку На горку тоже не собирали снег Было, конечно, грязно, сейчас более-менее так освежился, вот снежок хорошо все Ну, соответственно, шланги помогли нам в дом правления, дали часть шлангов Нам не хватило, мы съездили, купили вот Следи шланги купили, все, пока первое время мы так заливали Ну, поздно мы были, где-то до часу, мы в первый день максимально заливали Решили за три дня, вот, как три дня мы максимум сделаем как-то Сейчас просто на выравнивании остаемся Ёлку собрали, вот деньгами немножко скинулись Собрали ёлочку поставили, горляндами обешали Дом правления со светом помогло еще, вот свет здесь сделали, чтобы светло, соответственно, было все Наряженная ёлка, музыка и даже крючки, чтобы посетители могли оставлять свои вещи Мужчины установили сами, с освещением помогли представители домоуправления номер два Они же выделили часть шлангов и специальную технику Украшение и символ нового года гайчане купили в складчину Даже специальную швабру для выравнивания льда один из жильцов изготовил сам Как отмечает Иван, все это делается исключительно для детей Для того, чтобы они оторвались от компьютеров и вышли на улицу В следующем году жильцы молодежной 81 хотят своими силами организовать во дворе деревянный корт Летом для игры с мячом, зимой для катания на коньках Единственная просьба, которая звучит из уст инициативной группы Это чтобы посетители бережно относились к их труду и ничего не ломали Приходите на гор, на каток покататься Всем очень рады, не ломайте и все, катайтесь Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации ТРК Евразия Гайчане открыли лыжный сезон, приняв участие в первенстве Гайского городского округа по лыжным гонкам Которое прошло на территории спорткомплекса «Здоровье» На снежную беговую дорожку в этот день вышли более 60 человек Самому младшему участнику чуть более 5 лет Колонну бегущих возглавил настоящий Дед Мороз Лыжникам необходимо было преодолеть дистанцию от 1 до 5 километров в зависимости от возраста На лыжне кипели по-настоящему жаркие страсти По итогам соревнований победители и призеры были отмечены дипломами и денежными призами А все остальные сладкими подарками 5 января на городской лыжной трассе «Гай» за спорткомплексом «Здоровье» состоится рождественская лыжня Приглашаются все желающие, спортсмены и любители Сбор и регистрация участников в помещении лыжной базы Улица Молодежная, 61 С 11 до 11.30 Старт в 11.45 25 декабря в 16 часов состоится торжественное открытие сквера по улице Орска и в Гае В программе праздника игры и конкурсы для детей Приглашаются все желающие Еще больше интересных новостей опубликовано на сайте гай.рф Ищите нас в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм Подписывайтесь на наше обновление в Вайбер-чате по номеру 8903-391-0100 Всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»